Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Отключение электроэнергии в центральном районе Гомеля, которое произошло из-за несанкционированных земляных работ на территории фабрики «Спартак», едва не стоило жизни жителю Гомеля. Без электричества перестал работать прибор-концентратор кислорода, без которого не мог обходиться мужчина. Тревогу подняла его жена. Без этого устройства жизнедеятельность мужчины оказалась под угрозой. Хозяйка сообщила об этом в МЧС. Спасатели оперативно доставили по адресу переносной электрогенератор. При помощи удлинителя они запитали от него аппарат и таким образом спасли мужчине жизнь. Сейчас на данном этапе совместно с управлением здравоохранения будем уточнять наличие таких домовладений, квартир в регионе нашем, чтобы знать эти списки и в случае таких нештатных ситуаций оказываться на дому гражданам помощи, которых в принципе зависит жизнь. Переносной генератор МЧС обеспечивал работу кислородного концентратора на полтора часа. Именно столько времени понадобилось для устранения причины аварии в электросети. Оказалось, виной тому стали земляные работы, которые проводились на территории фабрики «Спартак» подрядчиками организации. Ковшом экскаватора был поврежден высоковольтный подземный кабель. Известно, что работы проводились без согласования с представителями гомельских электрических сетей. Отключение высоковольтных линий электропередач накануне происходило и в Жлобинском районе. Причиной короткого замыкания стал дельтаплан, который неудачно совершил посадку. Запутался, как мотылек в паутине проводов. Вот к такому результату привели полеты вблизи линий электропередачи. Зацепившись за провода, дельтаплан сложился пополам и устроил короткое замыкание. Пилот, к своему счастью, отделался лишь легким испугом. Теперь экстремала ждет подробное разбирательство, ведь полеты в зоне ЛЭП строго запрещены. Чем ближе к кассе, тем проще план. В Рогачевском районе сотрудники финансовой милиции задержали заместителя главного бухгалтера ОАО «Озераны». Женщина обвиняется в хищении средств предприятия в особо крупном размере. Для пополнения семейного бюджета она выбрала вполне обычную схему. Нашла контрагентов, необоснованно перечисляла им на счета средства предприятия, а потом делила их между всеми участниками преступной группы, в состав которой, в слово, входили и ее родственники. Иногда деньги напрямую переводились на личный карт-счет бухгалтера. Благодаря оперативным наработкам работников Жлобинского межрайонного отдела управления удалось изобличить исполняющую обязанности главного бухгалтера данного предприятия, в результате которого причинен ущерб обществу в сумме более 30 тысяч белорусских рублей. Максимальное наказание за данное нарушение предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Такая информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4.